Абсолют Рулеплей как просто как облупленного, вот его знаю, и вообще к остальным серверам с холодной головой, вот как будто бы вы их до этого не знали. А это лаунчер Абсолют Рулеплей для того, чтобы заходить только на сервера Абсолют Рулеплей. Абсолют Рулеплей там не будет давать заходить на все эти проекты, Аризона, там, Даймонд и Вольф, потому что они там что-то когда-то украли, поверхности, ну, разумеется, может быть там были какие-то еще свои вот эти вот, знаете, я в осадок выпал просто со всего этого, я не мог представить, что такое вообще может быть. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП, вся дополнительная информация в описании. Давайте вот так вот сходу, у меня к вам есть претензия, вы не посмотрели мои предыдущие видеоролики, может быть про Редмир Мобайл на Андроид вы еще посмотрели, может быть там про какие-то прочие вещи вы еще посмотрели, но вот про то, что я сегодня буду рассказывать, вы вот рискуете не понять, потому что не посмотрели мой предыдущий видеоролик, в котором я рассказывал о том, что Абсолют Рулеплей, они сделали свой клиент GTA Sampo со всеми вот этими, знаете ли, колкорами, GTA Sampo ютуберами, возможно, хотя они рекламу, по-моему, не заказывают, насколько я знаю, может быть там есть какие-то свои вот эти вот локальные ютуберы, которые только у них снимают, но, по крайней мере, я таких не видел. И поэтому посмотрите видеоролик предыдущий про Абсолют Рулеплей, там он называется как-то Абсолют Рулеплей, сделал свой GTA Sampo, что-то там вот весь клиент с колкором и GTA Sampo ютуберами, все это посмотрите, там много всего интересного, того, что вам нужно знать, и то, что вы вообще можете не понять в данном видеоролике, если вы тот ролик не посмотрите, поэтому все, переходите туда по подсказке, там можете зайти на сам канал, ролик вышел не так давно, просто нажимаете, просто там все вот это вот смотрите, и по итогу понимаете данный видеоролик вообще без какого-либо труда, и все у вас в целом, ну, хорошо будет, замечательно, да по-другому, в общем-то, и быть не может, потому что сегодня у меня видеоролик про Абсолют Рулеплей. Так, как я говорил в предыдущем ролике, так и вышло, вы представляете, вот просто я настолько вот знаю уже весь этот Абсолют Рулеплей, как просто как облупленного вот его знаю, что смог предугадать то, что он сделает. Ну, это просто, это просто, это как, я не знаю, как в сказке в какой-то, я сидел просто думал, блять, как я все это угадал-то в самом деле, ну, что это такое? Угадать, разумеется, было несложно, но я все это сделал. Давайте перейдем непосредственно к самой новости, потом я вам обо всем этом поведаю немного детальнее, немного подробнее, что-то вот, возможно, свое выскажу по поводу всего этого, потому что новость прям вот, я сидел, думал, охуеть, чуваки, вы что, серьезно, что ли? Пиздец, ладно. Через новый клиент Самп от Абсолют Рулеплей, релиз которого состоялся пару дней назад, невозможно зайти на крупнейшие Самп проекты, Аризону, Даймонд и Вольф. При попытке зайти на один из серверов данных проектов, вылезает окно с сообщением о том, что их разработчики без разрешения используют плагины, разработанные Абсолютом. А при заходе на сервера Даймонда появляется особое уведомление, сообщающее, что разработчикам проекта было запрещено использовать плагины именно после его продажи, но они отказываются их удалять. А, я, его, вот, скриншот, он у вас как бы на экранах, вы можете его посмотреть, вы можете его увидеть. Я, когда все это читал, я думал, чуваки, это же, это же пиздец, вы что делаете? Вы что творите-то вообще-то? Это же, это, это полнейший пиздец, я не знаю, какой нужно быть вообще тварью, какой нужно быть мразью. Вы разработали клиент свой, там, я не знаю, GTA вот этот Самповский, Самп 0.3DL-ский, все прочее. Вы подходите к разработке и вообще к остальным серверам с холодной головой, вот как будто бы вы их до этого не знали. Вы же все-таки клиент разрабатываете, который должен заменить, по сути, официальный клиент Сампа 0.3.7, 0.3DL и так далее. Так будьте ко всем честны, то есть, относитесь ко всем, ну, правильно, типа, чтобы любой мог зайти через вот этот вот свой клиент, вот этого Сампа 0.3DL, отключите вот эти вот файлы, которые они у вас, возможно, взяли. Сделайте это, в самом деле, чуваки, чтобы вот этих вот всех проблем-то у вас не было. Сделайте просто вот это и все, но дайте зайти людям на проекты. Что это за пиздец вообще, я не знаю. И вот так, как я говорил в том моем видеоролике, который вы, возможно, не посмотрели, они будут вот мешать зайти на проекты своих конкурентов. То есть, это не Самповский вот этот лаунчер от Абсолют Руллиплей, а это лаунчер Абсолюта Руллиплей для того, чтобы заходить только на сервера Абсолют Руллиплей. Ну, и еще там накинуть Drift, Dem, потому что Arizona, Diamond, Evolve, это, блядь, это все проекты в GTA Sampe практически, ну, там еще и Самп РП, ну, типа, ну, кто будет заходить на Самп РП через Самп 0.3DL? Поэтому это все проекты, то есть, они буквально все проекты забанили, исключив хоть какую-то конкуренцию, и, типа, если вы скачиваете их вот этот вот лаунчер, то вы автоматически уже играете, как бы, на проекте, вот, на Абсолют Руллиплей. Это, это вообще, это, блядь, ебануться, пиздец, что вы делаете? Но больше всего я охуеваю от того, что я это сказал по приколу, я даже не думал, что это действительно будет так. То есть, я в том своем видеоролике, вот, там, более детально уже сам ролик сможете посмотреть, я там сказал, типа, Абсолют Руллиплей, там, не будет давать заходить на все эти проекты, Arizona, там, Diamond, Evolve, потому что они там что-то когда-то украли, по словам, опять-таки, Абсолюта, что-то там опять сделали и так далее. И, понимаете, в чем дело? Под данным постом люди разделились, вот, как это модно называть, на два лагеря, то есть, те люди, которые говорят, что, мол, Абсолют Руллиплей сделали правильно, вот, Абсолют Руллиплей, да, они борются за свои авторские права. Ну, то есть, ну, я таких людей называю долбоевыми, ну, то есть, это пример малолетнего дебила, прям вот во всей красе, то есть, вот, если хотели узнать, кто такой малолетний дебил, то вот это вот как раз-таки он. То есть, потому что, наверное, страдает каким-то максимализмом, какими-то прочими вещами и не может здраво смотреть на все это. Даже если они все это скачали, как-то неправомерно все это использовали, украли, то Arizona RP, после первой претензии от Абсолют Руллиплей, она все это удалила из своего лаунчера, да, представляете себе? То есть, после первой претензии она все это удалила, Абсолют Руллиплей мусолит всю эту тему до сих пор. Разумеется, я поверхностен, ну, разумеется, может быть, там были какие-то еще свои вот эти вот, знаете, подводные камники и это прочие вот эти вещи, которые лично я не знаю, в силу того, что не углублялся в эту тему или в силу того, что, допустим, все это, это какая-то секретная информация, секретные документы, которые никому нигде не достать. Вполне возможно, что это в самом деле, ну, это так, хотя я не знаю, то есть, что-то утверждать тут, ну, я, пожалуй, не возьмусь, потому что это, это вообще, то есть, меня, меня вообще, я вот, я, я в осадок выпал просто со всего этого, я не мог представить, что такое вообще может быть. То есть, Абсолют Роли Плей, вот если вы разрабатываете лаунчер, вот этот вот новый лаунчер Сампа, да, чтобы все могли заходить, так сделайте так, чтобы все могли заходить туда, куда они хотят, а не только на сервера Абсолют Роли Плей или там на сервера, который вы им разрешите, чё это за пиздец? И они тем самым, ну, сами подпортили себе репутацию, потому что чуваки, возможно, может быть, и хотели скачать, может быть, они бы и на Абсолют Роли Плей потом зашли, но вот просто хотели поиграть на Аризоны РП, на Даймонд РП или там на ещё каких-то вот этих вот всех проектов, но они не могут это сделать через лаунчер Абсолют Роли Плей, поэтому, ну, Абсолют Роли Плей по факту сами себе испортили весь этот лаунчер, и кто теперь будет его скачивать, кто теперь будет его устанавливать, лично я не знаю, то есть, кому охота, вот, блядь, поставить себе 30 лаунчеров, там, знаете, один лаунчер, чтобы заходить на Аризону, один лаунчер, чтобы заходить на Абсолют, и другой лаунчер, это просто обычный лаунчер Сампа 037, То есть, ну кому нужно столько, блядь, так дохуя лаунчеров, типа, чтобы заходить на разные сервера? Чё это за пиздец? То есть, мы идём к какому-то, вот знаете, как было в Майнкрафте. Вот там есть, допустим, стримкрафт, есть там ещё какие-то вот эти вот все лаунчеры Майнкрафта со своим набором модов. И вот, то есть, ты такой из одного лаунчера в другой переходишь, ну а это-то, блядь, самп. И тут это не особо удобно, и как бы тут это не предполагается в целом самим сампом-то. И поэтому, ну, это кромешный пиздец. То, что сделали Absolute Roleplay, они буквально завалили себе всю работу, и то, что они там делали, то, что они там разрабатывали, весь этот, блядь. А дизайн Telegram, это полная хуйня, это полное говно, и никто теперь на Absolute Roleplay через вот это вот их лаунчер играть не будет, потому что это, блядь, нахуй никому не надо. Однако, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм DanteConnor, а также мой промокод NoToxic54 находится в описании данного видеоролика. Заходите туда, там, я не знаю, вводите мой промокод, вводите мой никнейм, делайте все прочие вещи. Всем спасибо за просмотр, за прослушивание, за предпоказ. Всем спасибо, наверное, и всем до свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok